Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать о таких понятиях музыки, как размер, длительность, метр и ритм. Люди, которые сами занимаются музыкой самостоятельно, которые самостоятельно разбирают какие-то композиции на любом инструменте, очень часто имеют некоторую путаницу в этих понятиях, и у них возникают вопросы, как применяются длительности, что такое размер, почему это все очень-очень важно. Ну, давайте начнем с того, что музыка у нас вообще возможна только при наличии двух составляющих, очень-очень важных. Это высота звука и длительность звука. Все разнообразие музыки получается за счет сочетания этих двух составляющих. Смотрите, если мы напишем несколько звуков абсолютно одинаковых по высоте и абсолютно равной длины, то у нас, конечно, получится какое-то звучание. Ну, вряд ли мы это сможем назвать музыкой. А если мы поступим немножко по-другому, даже при условии, что у нас останется одна и та же высота звука, то есть мы не будем сейчас менять высоту ноты, нота одна и та же, как вы видите, в одном и том же месте расположены. Внизу у нас идут табулатуры, это то, что вы можете сыграть на гитаре. Вверху идут ноты для тех, кто понимает ноты. Но мы изменим длительности нот. У нас уже с вами может получиться некое подобие мелодии. Давайте послушаем. То есть уже что-то более похожее на музыку. И это только за счет того, что мы изменили время звучания некоторых нот. Высоту звука мы не меняли. Если мы еще и изменим высоту звука, то мы можем получить уже какую-то очень простую в данном случае, потому что я пишу, конечно же, наугад, но мелодию. Я изменила высоту звука только некоторых нот. И у нас уже получилась какая-то своеобразная мелодия. Вот таким образом получается огромное разнообразие мелодий, композиций за счет сочетания высоты звука и длительности звука. Вот давайте мы сейчас с вами и поговорим о том, какие же у нас в музыке бывают длительности, как их записывают, как они звучат, сколько они длятся. Давайте с вами выясним такой вопрос, почему длительности для нас очень-очень важны в музыке. Я уже показывала вам, что изменив какие-то ноты по длине звучания, мы получили с вами уже не просто одинаковую ноту, а какую-то простую мелодию. Но почему длительности так важны и почему, когда вы разбираетесь самостоятельно с композициями, очень важно соблюдать длину звучания ноты. Я вам запишу сейчас одну очень-очень известную, я думаю, песенку, которую мы с детства слышим. Так или иначе, все равно она звучит. Где-то. А вы попробуйте угадать, что это за песенка. И так, включаем программу вам играет. Как вы заметили, все ноты у меня сейчас одинаковые длительности, но разные по высоте. Я думаю, что, может быть, кто-то и сумел угадать, что это за мелодия, но кому-то это, скорее всего, сделать не удалось, потому что длительности в этой композиции сейчас записаны не совсем точно. Теперь я запишу длительности так, как они на самом деле должны звучать в этой композиции. Конечно же, правильно будет вот так. Теперь, я думаю, вы без труда узнали песенку «Елочка», потому что все длительности сейчас у нас записаны абсолютно верно, так как они звучат на самом деле. Поэтому, когда вы играете на каком-то инструменте без соблюдения длины звучания нот, то есть без соблюдения длительности, то бывает достаточно проблематично окружающим людям узнать мелодию, которую вы пытаетесь воспроизвести. Поэтому так важно знать длительности и следить за тем, сколько звучит у вас каждая нота. Давайте разбираться, какие бывают длительности, как они выглядят, как они звучат. Самая длинная нота, которая есть у нас в музыке, это целая нота. Это вот такой вот пустой, незакрашенный кружочек, который длится достаточно долго. Любую целую ноту мы можем с вами разделить на две половинных ноты. Половинная нота выглядит, как незакрашенный кружочек с палочкой. Так выглядят половинные ноты. Половинная нота это половина от целой ноты. Ну, на самом деле все как в жизни. Купили вы целый торт, пришел к вам друг, вы разрезали торт напополам. у каждого теперь половина. Был целый торт, целая нота, теперь у каждого половинная нота. Вы только с другом собрались есть торт, как раз в звонок в дверь заходят еще двое друзей. Что делать? Вам придется каждому свою половину разделить еще напополам. Делим. У нас получаются какие части от торта, если мы половину делим еще напополам. Конечно же четвертные. Это вот такие закрашенные кружочки с палочками. Эта палочка называется штиль. Штиль ноты может быть записан вверх, а может быть записан вниз. Поэтому, если вы вдруг увидите ноты, записанные штильом вниз, не пугайтесь. Это те же самые ноты, те же самые длительности, просто штиль у них написан вниз. Четверти у нас в четыре раза, каждый из этих нот в четыре раза короче, чем целое. И каждая из этих нот в половину короче, чем половинное. Давайте послушаем, какое соотношение у этих нот. Замечаете, темп как будто бы ускоряется. На самом деле, темп остается тот же самый, 120 ударов в минуту, меняются просто длительности. Длительности становятся более мелкими. Следующие длительности, которые еще мельче четвертей, это восьмые. Вот как выглядит восьмая, когда она записывается одна, штиль и вот такой хвостик. Если восьмых две, три, четыре, то чаще всего они объединяются вместе. То есть они как бы хвостиками вот этими берутся, вот этими ручками берутся за руки. Ну, это я так объясняю маленьким детям. Видите, если одна восьмая, то у него хвостик, если две восьмых, то они объединяются под одну черту. сколько у нас с вами восьмых восьмых нот войдет в одну четверть. Ну, то есть вместо одной четверти сколько восьмых мы с вами можем записать? Две восьмых. Так как мы четверть разделили напополам, да, у нас получилось две восьмых. Ну, как в жизни. Четверть торта, если вы разделите напополам, то это получится восьмая часть от торта. И, естественно, каждая восьмая это восьмая часть от целой ноты. Следующие ноты еще более мелкие, когда мы каждую восьмую делим напополам, когда мы каждую восьмую часть торта разделим еще напополам, мы получим шестнадцатые части. Также здесь нота у нас называется шестнадцатая. Это закрашенный кружочек, штиль и два хвостика, двойной хвостик. Это если шестнадцатая записывается одна отдельно. Если шестнадцатых много, то они объединяются. Но теперь уже в отличие от восьмых, у которых была одна черта, шестнадцатая объединяется двумя чертами. То есть эти два хвостика объединяются вместе. у нас шестнадцать шестнадцатых вместилось вместо одной целой ноты. Давайте послушаем, как это звучит. шестнадцатая нота. это очень короткие ноты и очень быстрые. Восьмые ноты чуть длиннее, четверти еще длиннее, половинные длиннее четвертей и целая это самая длинная нота. Давайте сразу же поговорим о таком понятии, как относительность длительности, чтобы у вас не было путаницы, потому что некоторые люди спрашивают, а сколько секунд звучит целая нота? Это немножко некорректный вопрос. Мы не можем засечь звучание целой ноты и измерить ее в секундах. Почему? Потому что в каждом произведении, в каждой композиции целая нота может оказаться абсолютно разной по времени звучания. Почему это происходит? Смотрите, у меня стоит темп здесь 120 ударов в минуту. Это достаточно быстрый темп. Если я поменяю этот темп на более медленный, например, сделаю его в два раза медленнее, то и длительность звучания целой ноты, а соответственно половинных, четвертей, восьмых и шестнадцатых у меня станет более продолжительной. Давайте послушаем. заменим вы заметили, что теперь у нас шестнадцатые звучат не так быстро, как при темпе 120 ударов в минуту, и восьмые звучат медленнее, и половинное звучит достаточно долго, дольше, чем в предыдущем темпе поэтому нужно четко отдавать себе отчет что вы должны перед тем как играть произведение определиться с темпом в котором звучит это произведение опять пример из жизни мы можем ехать на машине медленно то есть скорость нашего движения будет медленной а можем ехать быстро соответственно например дом который стоит вдоль улицы длинный дом когда мы едем быстро мы будем его проезжать быстрее то есть по времени этот дом мимо нас будет проноситься быстрее если мы будем ехать медленно то этот дом мимо нас будет проплывать медленнее точно также и наши длительности теперь поговорим о такой важной теме как размер вы наверное заметили что когда у нас нота длится у нас здесь еще идут удары да послушайте 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 слышите эти удары это удары метронома метроном нам сейчас дает в каждом такте такт это расстояние вот от этой черты вот до этой эти черточки называются тактовые черточка просто я в одном такте у нас метроном с вами отстукивает четыре раза прислушайтесь еще раз раз два три 4 пошел второй этап 1 2 3 4 пошел третий этап 1 2 3 4 то есть в каждом такте у нас с вами 4 удара метронома почему именно 4 потому что у нас с вами в начале композиции стоит размер четыре четверти размер указывает на размер такта то есть каждый такт в этой композиции у вас будет длиться ровно четыре четверти то есть в одном такте у вас должно быть обязательно четыре вот таких длительности и неважно как вы запишите смотрите в данном случае третий такт у нас записан четвертями а второй так например записан половинными но если мы вспомним что каждая половина у нас содержит в себе две четверти то мы можем сказать что второй такт у нас тоже записан абсолютно верно и первый такт одна целая всегда включает в себя четыре четверти точно так же как четыре четверти мы можем спокойно превратить в одну целую но это обычная математика да если вы возьмете четыре части от торта и сложите их вместе у вас получится целый торт если вы перед этим торт разрезали и раскладывали на тарелке то вы можете его собрать обратно получится целый торт вот этот размер очень важен для нас смотрите если я вдруг в каком-то месте нарушим положение вещей то есть у меня в третьем такте сейчас не четыре четверти а три четверти композиция сразу же у нас будет ломаться и смотрите этот такт программа программа наши силу не да она сразу же не выделяет красным она прям кричит о том что обрати внимание у тебя здесь скорее всего что-то не так с длительностью что-то не так с ритмом с метром или размером давайте послушаем два три четыре раз два три а четвертого удара не было все дальше у нас с вами все по правилам а здесь у нас четвертого удара четвертой ноты не было удар метронома прозвучал а ноты не было если мы не хотим чтобы здесь звучала нота чтобы у нас запись осталась верной мы вместо ноты должны с вами поставить паузу вместо четверти вот такая пауза записывается паузы тоже у нас бывают разные разные по длительности то есть если мы хотим вместо четверти написать паузу чтобы у нас не звучала одна четверть мы пишем вот такую паузу если у нас мы хотим вместо восьмой чтобы у нас не звучала одна восьмая но чтобы сохранялся правильный размер и ритм мы пишем вот такую паузу если мы хотим чтобы у нас не было половинной но сохранялся бы правильный ритм и размер мы пишем вот такую паузу то есть каждая нота еще и имеет паузу которую можно вместо этой ноты написать давайте послушаем как у нас будет звучать с паузами это наша композиция два три четыре раз два три четыре раз два три четыре раз и два и три и четыре и смотрите ведь программа нам не выделяет такты красным потому что мы все сделали верно у нас все везде соблюдено и даже там где нету нот у нас вместо них стоят паузы при этом мы сохранили наш размер четыре четверти то есть каждый такт у нас в любом случае содержит четыре четверти даже если это пауза помните что пауза это тоже очень важный элемент в музыке музыка возможна только тогда когда есть тишина если бы у нас все вокруг звучало я думаю музыка была бы невозможна поэтому паузы как раз используется в музыке очень часто для подчеркивания каких-то моментов для того чтобы сделать какой-то контраст звучание тишина для того чтобы создать какой-то особый ритм при помощи звучащих нот и пауз я думаю что теперь вам стали более понятно вот эти вот цифры в начале давайте я вам расскажу какие бывают размеры наиболее распространены у нас размер как раз четыре четверти размер 2 четверти смотрите цифр верхняя цифра изменилась о чем нам говорит этот размер о том что у нас в каждом такте обязательно должно теперь присутствовать две четверти давайте запишем какой-нибудь ритм раз четверть два четверть все первый такт у меня полный второй такт раз четверть а вместо второй четверти я например напишу две восьмых извините две восьмых в третьем такте я напишу вместо первой четверти две восьмых и вместо второй четверти тоже две восьмых давайте послушаем что получилось раз два раз два раз два раз два слышите у нас метроном теперь стучит два в каждом такте у нас метроном стучит два раза разом бывает размер 6 восьмых давайте откроем новый чтобы легче откроем новый файл размер 6 восьмых тоже достаточно распространенный размер 6 восьмых теперь в каждом такте каждый такт у нас должен быть равен 6 8 нотам если я написала одну четверть в ней у меня две восьмых ноты следующую я напишу восьмую потом напишу еще одну восьмую потом четверть давайте посчитаем давайте посчитаем здесь в одной четверти у нас две восьмых раз два три четыре пять шесть этот такт у нас уже полный в следующем такте я запишу все восьмыми сейчас метроном в каждом такте у нас будет стучать шесть раз заметили? давайте я сделаю темп помедленнее шесть ударов метронома в каждом такте потому что размер шесть восьмых и измеряем мы теперь единицы измерения у нас теперь восьмые шесть восьмых то есть восьмая у нас здесь главное у нас в каждом такте должно обязательно получится шесть восьмых также очень распространенный размер в музыке у нас это три четверти когда в каждом такте у нас будет три четверти следующий такт мы можем записать например восьмыми соответственно восьмых у нас будет шесть так как каждая четверть у нас содержит две восьмых ну а последнюю длительность например в этом такте я напишу все таки четвертью ну посмотрим как у нас сейчас стучит метроном раз два три раз два три давайте снова сделаем помедленнее чтобы было более понятно раз два три раз два три три также мы можем дальше продолжать писать главное чтобы у нас каждый такт содержал в себе длительности которые в сумме будут равны трем четвертям очень распространенный размер так же три восьмых три восьмых тогда у нас в каждом такте будет три восьмых ноты могу записать только восьмыми могу записать одну четверть например две шестнадцатые две шестнадцатые у нас в сумме будут равны одной восьмой и одна четверть у нас в сумме равна двум восьмым таким образом этот такт тоже в сумме равен трем восьмым давайте послушаем как будет звучать метраном в трех восьмых раз два три раз два три самые распространенные размеры получаются у нас четыре четверти две четверти три четверти шесть восьмых три восьмых также вы можете встретить размеры девять восьмых и двенадцать восьмых тоже достаточно часто встречаются в разных композициях в старинной музыке вы можете встретить размер две вторых то есть каждый такт у вас будет равен двум половинным нотам ну вот сейчас вы уже научились разбираться что такое размер научились правильно видеть и осознавать длительности теперь я думаю некоторые проблемы связанные с неверным звучанием композиций за счет того что вы неверно играли длительностью у вас конечно же должны исчезнуть то есть если вы слегка потренируетесь то у вас вы будете достаточно легко обращаться с длительностью если у вас остались какие то вопросы вам что то непонятно напишите мне пожалуйста на email или зайдите на мой блог и в форме обратной связи напишите ваши вопросы я с удовольствием на них отвечу или сделаю по ним видео урок пока пока счастливо